Кризисный центр в Актау за три года стал временным жильем для 300 женщин и больше 100 детей. Социальный проект реализовала руководитель неправительственной организации психолог Райхан Бекманова. Сейчас в центре проживают три женщины. Их истории в следующем сюжете. Центр для жертв бытового насилия ежемесячно посещают около 30 человек. По необходимости им выдают временное жилье, бесплатно оказывают юридическую и психологическую помощь. А правившись от страха и встав на ноги, женщины начинают новую жизнь. Уже без тиранов мужчин. Постоялецам центра дают возможность стабильного заработка, не выходя из стен учреждения. По уставу здесь женщина с ребенком может оставаться до шести месяцев. Радует, что это время можно продлить. Мне дали комнату, юристы помогли оформить документы. Пока я готовлю пельмени в нашем маленьком цехе полуфабрикатов. Мои двое детей находятся рядом. Рада, что могу теперь сама себя обеспечивать. Сами постоялецы называют это место «домом надежды». Игровые комнаты здесь окрашены в светло-зеленый цвет. Психологи утверждают, он помогает ребенку быть более спокойным в незнакомой среде. Центр был открыт три года назад на средства одного из казахстанских фондов. В штате имеются психолог, юрист, социальные работники. Совсем скоро здесь планируют запустить еще одно мини-предприятие. Сейчас мы уже подали заявку, и я думаю, надеюсь, что если мы начнем ее реализацию, его реализацию, это будет открытие социального салона красоты, где будут трудиться опять-таки наши женщины, они пройдут обучение парикмахерскому делу, и будут оказывать по социальным ценам услуги таким категориям лиц, как малообеспеченные. Это студенты, пожилые и инвалиды. В центре всех желающих готовы направлять на курсы парикмахера, кулинара и швии. В дальнейшем специалисты обещают помочь и с трудоустройством женщин.